Вся информация в видео, опубликованных на нашем сайте, взята из открытых источников. Следите за новостями и подписывайтесь на наш канал. 19 июня резолюция была принята на пленарном заседании Европарламента. В резолюции упоминается также Нагорно-Карабахский конфликт. Подтверждает свою поддержку усилий Минской группы ОБСЕ по урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта и основополагающим принципам 2009 года международным правовым нормам и принципам с целью достижения урегулирования на основе заключительного Хельскинского акта ОБСЕ 1975 года и Устава ООН, поощрять все стороны к активизации диалога и избеганию провокационной риторики, которая может поставить под угрозу любые перспективы для будущего урегулирования. Как мы видим, ни один из трех основных принципов не упоминается в этом параграфе отдельно. Территориальная целостность, право народов на равноправие и самоопределение, неприменение силы или угрозы силой. Конфликты в Арцахе, Украине, Грузии в документах ЕС и дезинформация режима Алиева. Основная платформа сотрудничества Армении и Азербайджана с Евросоюзом это восточное партнерство в рамках европейской политики соседства, которое включает в себя также Молдову, Украину, Грузию и Беларусь. В некоторых документах и заявлениях, принятых в рамках восточного партнерства, упоминание как отдельно Нагорно-Карабахского конфликта, так и другие конфликты на территории стран-членов ЭП. Азербайджанская сторона и в данном случае прибегает к искажению фактов и пристрастному освещению. Представляя указанную в документах фразу ЕС поддерживает территориальную целостность, независимость и суверенитет всех партнеров в качестве позиции данной структуры по урегулированию Арцахского конфликта. Накануне видеоконференции лидеров стран Восточного партнерства 18 июня 2020 года член Совета Европы, постоянный докладчик по Беларуси Петрос Ауштрявичус, Литва, представил консультативную резолюцию Комитету Совета Европы по международным отношениям в конце 2019 года, которая была принята все 19 мая и опубликована 9 июня на сайте Совета Европы. Однако устав ООН, упомянутый в этом тексте, и хельсинский заключительный акт включают все эти принципы. В частности, статья 2 главы 1 и статья 55 глава 9 Устава ООН, а также принцип самоопределения, закрепленный в пункте 8 Хельсинского заключительного акта. Остальные параграфы, в которых содержится примечание о территориальной целостности стран-участниц ЭП, касаются исключительно отношений Российской Федерации с Грузией и Украиной. Таким образом, Совет Европы демонстрирует дифференцированный нейтральный подход к Нагорно-Карабахскому конфликту. Изучение документов Европейского Союза и различных заявлений Европейского парламента показывает ту же картину. В тексте трехлетнего отчета глобальной стратегии ЕС от 14 июня 2019 года подчеркивается только поддержка ЕС территориальной целостности Украины в урегулировании имеющегося конфликта. Рассматривание этого и других документов важно тем, что фактически ЕС выражает свою позицию по урегулированию конфликта со страной на основе принципа территориальной целостности отдельно и четко. В других случаях, когда речь идет о других партнерах, упоминание этого принципа не может автоматически означать выражение позиции ЕС по урегулированию всех конфликтов. Мы также можем рассматривать заявление Лейлы Абдулаевой, пресс-секретаря Министерства иностранных дел Азербайджана 30 мая, как такую же попытку одностороннего и искаженного представления заявления Европейского Союза и официальных лиц ЕС. Комментируя заявление, сделанное вице-президентом Европейской комиссии, высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Джозефом Борелом, она представила его таким образом, что подразумевается, что Дж. Борел еще раз выразил поддержку территориальной целостности и суверенитета Азербайджана в урегулировании Нагорно-Карабахского конфликта. На самом деле, Дж. Борел, выступая в Совете безопасности ООН 28 мая, рассказал об отношениях ЕС и России. «Я должен упомянуть Украину, где незаконная аннексия России крымского полуострова и невыполнение минских обязательств привели к серьезным нарушениям. Сожалею, что должен упомянуть об этом. Поддержка национального суверенитета и территориальной целостности останется одним из ключевых элементов отношений Европейского Союза с его восточными партнерами». Как можно заметить, параграф, упомянутый Министерством иностранных дел Азербайджана, использовался, когда речь шла о России и Украине, и может быть правильно истолкован только в этом контексте. Вырезанный комментарий искажает смысл слов же «варела». Дополнительные разъяснения по Нагорно-Карабахскому конфликту приводятся в основных справочных материалах о двустороннем сотрудничестве со странами Восточного партнерства, опубликованных в разделе «Европейская политика соседства» на веб-сайте Европейского Союза. Описывая основные направления отношений Украина-ЕС и Грузия-ЕС в рамках ЭП, подчеркивается необходимость разрешения конфликтов, связанных с этими странами. В рамках территориальной целостности этих стран. В частности, в случае с Грузией четко указано, что Абхазия и Южная Осетия являются частью территориальной целостности этой страны, а в случае Украины это относится к Крыму, Севастополю, Донецку и Луганску. Что касается отношений Армения-ЕС и Азербайджан-ЕС в рамках ЭП, то текст по Нагорно-Карабахскому конфликту идентичен в обеих справках. Отмечается, что ЕС поддерживает усилия сопредседателей Минской группы ОБСЕ по урегулированию конфликта. В связи с этим необходимо еще раз упомянуть, что реакция ЕС на выборы в Арцахе в 2020 году заключалась в поддержке посреднической миссии Минской группы ОБСЕ по урегулированию конфликта. Таким образом, можно сделать вывод, что Европейский союз как структура по вопросу урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта придерживает сбалансированный и нейтральный подход, не отдавая приоритет какой-либо из сторон. Структура рассматривает вопрос урегулирования в рамках посреднической миссии МГО ОБСЕ, основываясь на всех международных принципах. В двусторонних или многосторонних заявлениях и документах примечания о территориальной целостности всех стран происходят в основном, если не полностью, из-за проблем с Россией, а также из-за проблем с территориальной целостностью в некоторых государствах-членах ЕС. Однако в упомянутой формулировке не указано урегулирование Нагорно-Карабахского конфликта. Вместо этого, в местах, где есть отдельная ссылка на Арцахский конфликт, включая соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве, подписанное с Арменией, позиция какой-либо из сторон не превалирует. С этой точки зрения думать, что Россия когда-либо признает преступления против армян и раскается, не совсем реально. Поэтому вопрос в том, сможет ли Армения сформировать ситуацию, при которой Россия вынуждена будет признать грех и отказаться от пролонгирования русско-турецких договор, потому что это уже будет ее проблема, а не армян. Формирование такой ситуации требует больших усилий и кропотливой работы, в первую очередь в самой Армении, обеспечив суверенитет и диверсификацию в политико-экономической сфере и безопасности. По отношению к прежнему руководству Армении, можно заметить, что Ереван пытался предпринимать такие шаги, и среди них есть примечательные фрагменты, но в целом это не изменило расклад. И все потому, что параллельно этим шагам в самой стране не было политической капитализации общественной воли, представляя угрозу, которая исходит от путинской политики, когда в качестве ее главного партнера после распада СССР стала рассматриваться Турция, армянское руководство так и не проявило воли к внутренней модернизации и готовность оставить власть во имя суверенитета Армении. В этом смысле история бархатной революции уникальна, поскольку она дала Армении такой шанс. Но и в этом случае проблемой может стать долг перед Россией. Не территориальный долг, потому что если и есть таковой, то это Россия должна Армении. Проблемой могут стать определенные круги, которые должны России и сейчас выстроились против правящей системы Армении. Напоминая определенным кругам об этом долге, Москва будет всячески стремиться отсрочить очную ставку с собственным долгом перед Арменией. Угроза Путина, кто подарил армянские земли. Президент России Владимир Путин заявил, что многие постсоветские страны получили исконно русские земли при выходе из СССР и должны были вернуть эти земли России, когда провозглашали независимость. Ход суждений Путина известен давно. Неясно только, является ли это заявление угрозой, что если земли не вернут, то Россия начнет их собирать или он пытается поставить под моральную ответственность постсоветские страны, чтобы начать с ними новый политический торг. Еще интереснее, что помимо исконно русских земель, Москва с барского плеча подарила Турции и Азербайджану армянские земли согласно русско-турецким договорам. В 2021 году будет уже 100 лет этим договорам. На деле их век завершился Арцахской войной, армянская победа в которой перечеркнула русско-турецкие договоры. Сначала армяне ожидали, что их земли вернут культурно и вежливо, но потом стало ясно, что их можно только освободить. На вопрос, это изменило бы число жертв, Арутюнян ответил, знаете, нет. Если речь идет о противовоздушной обороне, то воздушного нападения не было, но мы были намного незащищенными. Не хочу раскрывать скобки, Степанакерт был незащищен, воздух Степанакерта был незащищен в 2016 году. Хочу уверенно заявить, что сегодня не только воздух Степанакерта, но и всего Арцаха защищен. И в этой самой сфере противовоздушной обороны большое место было уделено отмеченному ими старому, не работающему военному оборудованию, которое уже свою роль сыграло. Помимо этого, приобретены новые противовоздушные средства, и сегодня используем их для защиты воздуха Арцаха. Знаете, самое уязвимое для нас был воздух, и эта опасность существовала в 1992-1994 годах, еле оборонялись. Передовая линия во много раз безопаснее, чем когда-либо было, сказала Арутюнян. Говоря об улучшении бытовых условий, президент Арцаха подчеркнул, что на протяжении десятков лет мечтали на передовой линии иметь проточную воду, питьевую воду. Сегодня это обеспечено. Если говорят, что прежде питание было хорошим, то скажу, что раньше питание было нехорошим. Лишь это слово могу сказать и удовлетвориться этим. Сегодня солдат получает полноценное питание, отметила Арутюнян. Он коснулся также повышения зарплат офицеров, других социальных гарантий. С премьер-министром РА начали программу, тем самым квартирная проблема офицерского персонала будет решена. В Арцахе больше тысячи семей ждет решение квартирного вопроса. Есть люди, которые ждут десятки лет, уже выделена сумма, и в 2023 году проблема будет решена. В общей сложности главная задача правительства будет строительство квартир, вооружение, бытовые условия, денежное содействие и остальное, подчеркнул Араик Арутюнян. Араик Арутюнян, в 2016 году мы мечтали бы иметь подобное оружие. Воздух Арцаха сегодня полностью защищен. Президент Республики Арцах Араик Арутюн уверяет, что сегодня воздух Арцаха полностью защищен. Об этом он заявил в интервью, данном циклу передач интервью общественной телекомпании. Президент Арцаха подчеркнул, что не случайно, что считал 2019 год поворотным в плане вооружения армии, да и то по нескольким направлениям, приобретении военной техники, улучшении социально-бытовых условий солдат и офицеров, повышении материальных зарплат. Я не хочу обращаться к тем людям, которые пытаются все очернить или критиковать, в том числе и в связи с приобретенным оружием, называя его старым, поношенным, неработающим. В 2016 году мы мечтали бы иметь подобное оружие, сказал Арутюнян.